В этом фрагменте мы докажем теорему о пяти красках для планарного графа, которая была получена Хивудом в конце XIX века. Доказательство опирается на простую лему. Лемма о вершине степени не больше пяти. Она говорит, что в любом обыкновенном планарном графе есть вершина степени не больше пяти. Ну а мы же решаем задачу раскраски, у нас все графы обыкновенные, поэтому это именно то, что нам нужно. Мы берем следствие из теоремы Эйлера о плоских графах, которое говорит, что число ребер в планарном графе не превосходит утроенного числа вершин минус 6. Просуммируем степени всех вершин. Если мы это сделаем, то мы получим удвоенное число ребер. Ну это означает, что сумма степеней всех вершин не превосходит 6n минус 12. То есть у нас n слагаемых в сумме меньше чем 6n, значит найдется слагаемое, которое меньше 6. Доказали. Теперь начнем доказывать теорему Хивода. Мы будем оперировать индукцией по n. Возьмем наш обыкновенный планарный граф и его правильное изображение, которому мы тоже будем в процессе доказательства апеллировать. У нас база индукции для графа из одной вершины очевидна. Нам даже все 5 цветов не потребуются для одной вершины. Значит в шаге индукции, пусть у нас n больше 1, выберем в нашем графе вершину, степень которой не превосходит 5, используя лему с предыдущего слайда. По предположению индукции, если мы в графе g удалим вершину v, то мы получим по-прежнему планарный граф, поскольку из гамма можно просто стереть v с ребрами и получить правильное изображение на плоскости. Мы получим планарный граф, в котором n-1 вершина, значит по предположению индукции можно раскрасить не более чем в 5 цветов. Раскрасим. У нас граф g раскрашен весь за исключением вершины v. Не более чем 5 цветов. Теперь посмотрим на то, как были покрашены вершины смежные с v. Если мы использовали меньше 5 цветов, то v можно просто в незанятый цвет покрасить и получим правильную раскраску уже в 5 цветов. Значит достаточно рассмотреть случай, когда соседи v раскрашены в 5 разных цветов. Мы будем считать, что эти соседи это 5 вершин, у нас степень не превосходит 5. v1, v2, v3, v4, v5 раскрашены соответственно в цвета 1, 2, 3, 4, 5. И занумеровали мы их таким образом, что они на нашем изображении, вот это их циклический порядок, например, по часовой стрелке. Почему такое есть? Циклический порядок следования ребер. Теоретически у нас может быть, что вот это ребро, например, как-то вот так вот загибается и вершина v1 находится здесь. Но мы смотрим циклический порядок выхода ребер. То есть ребра же не пересекаются, значит, соответственно, можно рассмотреть их циклический порядок. И в соответствии с циклическим порядком этих ребер мы номеруем вершины. v1, v2, v3, v4, v5. Давайте посмотрим на этот граф. Выделим в графе под граф, который мы обозначим как g с индексами 1, 3. Что это за под граф? Мы возьмем все вершины, которые у нас покрашены в цвета 1 и 3 и породим ими под граф. То есть возьмем все ребра, которые соединяют такие вершины. Этот под граф, в частности, содержит вершину v1 и вершину v3. Он же все вершины этих цветов содержит. И может быть что-то еще вполне вероятно. Давайте посмотрим, как эти вершины v1 и v3 в этом графе расположены. Этот граф, мы про него не знаем. Он может быть как связанным, так и не связанным. Может быть не очень много компонент связанности. Мы ничего такого не знаем. Нас интересует, связаны или нет вершины v1 и v3. В зависимости от этого у нас будет два случая. Первый случай. Вершины v1 и v3 не связаны. То есть они лежат в разных компонентах этого графа. Зафиксируем компоненту, которая содержит v1. Переопределим нашу раскраску на этой компоненте. И только на ней. Как переопределим, мы переставим цвета 1 и 3. То есть все вершины цвета 1 покрасим в цвет 3. Все вершины цвета 3 покрасим в цвет 1. Больше никаких изменений в раскраску мы вносить не будем. Получится новая функция раскраски f'. Я утверждаю, что она по-прежнему правильно раскрашивает граф g без вершины v. Которая у нас не крашена. Смотрите. Новые вершины цвета 1 не смежны между собой. Потому что раз они получили цвет 1, то их перекрасили с третьего цвета. То есть две вершины цвета 1 нового имели цвет 3 старый. Раз они имели один цвет, они были не смежны. Они имели один цвет в правильной раскраске. Что новые вершины цвета 1 не смежны между собой. Дальше. Новые вершины цвета 1 не смежны со старыми вершинами цвета 1. Потому что они находятся в разных компонентах. Мы же вот эту компоненту перекрасили. В ней появились новые вершины цвета 1. А все старые вершины цвета 1, которые остались цвета 1, они в других компонентах. Значит между компонентами ребер нет. Значит новые и старые вершины цвета 1 не смежны. То же самое для цвета 3. Тут все симметрично относительно цветов 1 и 3. Для вершин остальных цветов ничего не изменилось. То есть у нас по-прежнему две вершины одного цвета не смежны между собой. Итак, f' это правильная раскраска. Давайте на нее посмотрим. Она правильная раскраска. Число цветов не менялось. По-прежнему 5. Но ни одна из вершин, которая смежна с вершиной v в графе g, не имеет цвета 1. Такая вершина была одна, это v1. И v1 была перекрашена в цвет 3, потому что v1 принадлежала компоненте k по выбору этой компоненты. А там первый цвет перекрасили в третий. Значит, можно покрасить вершину v в цвет 1 и получится правильная раскраска. Итак, этот случай мы разобрали. Второй случай состоит в том, что вершины v1 и v3 лежат в одной компоненте связанности графа g1-3. В одной компоненте, значит, они связаны, есть путь. Все вершины этого пути имеют цвета 1 и 3. Потому что это путь в графе, где все раскрашено в цвета 1 и 3. Есть такой путь. Возьмем этот путь и дополним его двумя ребрами. У нас v1 и v3 до простого цикла. Получим вот такую картинку. Вот наш граф, фрагмент его изображения. Вот есть путь из v1 в v3 в графе g1-3. Вот мы добавили к этому пути два ребра. Получили простой цикл. Простой цикл. Замкнутая кривая. Она ограничивает часть плоскости. При этом данная часть плоскости содержит ровно одну вершину из v2 и v4. Вот у меня нарисован случай, когда она содержит v2. А мог быть другой случай, когда этот путь на рисунке как-то вот так вот идет. И тогда соответствующей замкнутой кривой оказалась бы ограничена вершина v4. Она была бы внутри области, а v2 была бы снаружи. Наоборот. Ну, это симметричная ситуация. Значит, давайте посмотрим на эту. Рассмотрим подграф g2-4, который построен по аналогии с подграфом g1-3. То есть он порожден всеми вершинами цветов 2 и 4 в нашем графе. А значит, содержит v2 и v4. Предположим, для начала, что v2 и v4 лежат в одной компоненте связности этого графа. Тогда существует простой путь по вершинам графа g2-4 из v2 в v4. Изображение этого пути на нашей картинке – это линия, которая содержит точку внутри некоторой области и точку снаружи этой области. Значит, она пересекает границу области. Раз она пересекает границу, а изображение правильное, то она пересекает границу в вершине. То есть этот путь имеет общую вершину с определенным ранее путем c. Но это невозможно, потому что данная вершина с одной стороны имеет цвет 1 или 3, а с другой стороны она имеет цвет 2 или 4. Мы получили противоречие. С чем мы получили противоречие? С предположением, что v2 и v4 лежат в одной компоненте связности. Ну, значит, они не могут лежать в одной компоненте связности, а лежат в разных. Значит, мы поступим, как мы поступили в случае 1. Возьмем компоненту этого графа g2-4, которая содержит v2, и перекрасим ее. То есть поменяем цвет 2 на цвет 4 везде и цвет 4 на цвет 2. Получим какую-то раскраску f2 штриха, которая, как мы уже рассматривали в случае 1, будет правильной раскраской нашего графа без вершины v. И никакой из соседей вершины v не будет иметь цвет 2. Значит, мы можем дополнить эту раскраску f2 штриха цветом 2 для вершины v. и получим правильную 5 раскраску нашего графа. Все, мы справились. Мы раскрасили плоский граф в 5 цветов. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...